Я хочу передать слово для доглада с огромным удовольствием следующему спикеру, нашей гости из Белоруссии, гости из Минска, доктору медицинских наук, профессору Наталье Павловне Митковской, которая на сегодняшний день не только заведует кафедрой кардиологии внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, она не только председатель Республиканского общественного объединения Белорусское общество кардиологов и терапевтов, она сегодня возглавляет самое большое в республике учреждение, научно-исследовательский институт по кардиологии. Мне особенно приятно передать слово Наталье Павловне, потому что, наверное, мы уже не просто коллеги, мы уже друзья, и поэтому всегда приятно хотя бы онлайн встречаться с друзьями, и я уверяю вас, вы сегодня услышите блестящую лекцию, доклад, который будет посвящен воспалительной кардиомиопатии, один из сложнейших вопросов современности, говоря о внутренней медицине. Наталья Павловна, вам слово. Спасибо огромное, Наталья Андреевна. Григорий Павлович, очень благодарна за блестящий доклад. Дорогие коллеги, большой вам привет из прекрасной Белоруссии. И в рамках российско-белорусского симпозиума «Экстремальная коморбидность» мне бы хотелось поговорить о воспалительной кардиомиопатии, проблемах диагностики, лечения и прогноза этого клинического состояния. Должна сказать, что в рамках исследования, которое мы проводим в настоящее время, мы выявили, что диагностика, даже посмертная этого клинического состояния, в Беларуси пока оставляет желать лучшего. А мировые данные, я показываю на этом слайде, практически каждый десятый пациент с хронической сердечной недостаточностью может иметь проблемы, ассоциированные с воспалительным процессом миокарди. Вот эти данные, представленные Вашингтонским университетом, свидетельствуют о том, что количество смертей среди женщин и мужчин по поводу воспалительной кардиомиопатии и миокардита продолжает расти, и на 100 тысяч населения тоже эти цифры достаточно внушительны, при этом мужчины, как Вы видите, лидируют. И в настоящее время диапазон клинических проявлений этого состояния считается одним из самых широких, от каких-то неопределенных ощущений в грудной клетке или даже на каком-то этапе бессимптомных до кардиогенного шока, тяжелейших нарушений ритма и внезапной сердечной смерти. Очень спорны те попытки разделения этих состояний, которые предлагаются европейскими и американскими коллегами, но для диагностики миокардита все-таки до сих пор достаточно популярными считаются дамовские гистологические критерии. А вот этот термин воспалительная кардиомиопатия трактуется как миокардит, ассоциированный с дисфункцией миокарда, но при этом мы должны с вами понимать, что вот эту этапность миокардита, острого и формирование воспалительной кардиомиопатии очень трудно разделить в клинической практике. Вот одна из кальсификаций, которая предложена хьюстонскими коллегами воспалительной кардиомиопатии. Вы видите, это целый комплекс клинических состояний аутоиммунного, интоксикационного, инфекционного генеза, который захватывает гигантские разделы в клинической медицине. И прогноз при этом у пациента, который заболевает острым миокардитом, практически в 25% случаев свидетельствует о формировании тяжелой миокардиальной дисфункции. В команде инфекционных причин этого клинического состояния доминирует вирусное, и в Республике Беларусь это тоже имеет место, к сожалению, с достаточно жестокими последствиями, с развитием тяжелой сердечной недостаточности. Вирусная инфекция, проникая в миокард, при отсутствии ее иллюминации, при продолжении персистирования вызывает целый комплекс разнообразных вирус-ассоциированных вариантов кардиомиопатии, в том числе воспалительная кардиомиопатия, когда мы уже самого возбудителя не находим и имеем дело преимущественно с последствиями его деятельности. Однако в клинической практике можно столкнуться с очень разными инфекционными вариантами и порой практически интактными к имеющейся медикаментозной терапии. Гигантской проблемой современной кардиологии стала иммунопосредованная воспалительная кардиомиопатия, которая затрагивает даже блестящие успехи трансплантологов, создавая проблему реакции отторжения трансплантата сердца. Мы все больше применяем лекарственных средств, и, к сожалению, лекарственная воспалительная кардиомиопатия, порожденная нашими же действиями, это тоже одна из проблем современной медицины. При этом особенностью острого периода может быть вот такая замаскированная, сохраненная функция миокарда, которая в последующем сопровождается прогрессивным снижением функциональных показателей, и тенденция к восстановлению может растягиваться на лдо очень долгое время, либо не происходить, опять же, завершаясь тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Вот в левой части этого слайда отражены те клеточные механизмы, которые действуют преимущественно на остром этапе, и в правой части те процессы, которые приводят к формированию длительно протекающей воспалительной кардиомиопатии. Интерликин-17 является одним из активнейших участников этого процесса. Микро-РНК также являются достаточно серьезными регуляторами иммунного ответа и включаются вот эту ситуацию, способствуя продуцированию антител, высвобождению медиаторов воспаления и повреждению кардиомиоцитов. Но у одного пациента может сразу несколько причин быть задействованы в формировании самого воспалительного процесса в миокарде. Мы должны это понимать, учитывать все эти обстоятельства, потому что это и может иметь значение не только для диагностики, но и для лечения прогресса и прогноза. Клинические проявления воспалительной кардиомиопатии, если не говорить о остром поражении миокарда, ассоциированы, как правило, с прогрессированием сердечной недостаточности и могут иметь достаточно мягкое начало, таким образом теряясь в какой-то другой клинической симптоматике и обращая на себя внимание уже тогда, когда сформируются клинические яркие проявления сердечной недостаточности. Ну вот, более трех месяцев наличие в клинике проявления сердечной недостаточности, это уже такой классический вариант воспалительной кардиомиопатии, который в любой момент может трансформируется в опасное для жизни состояние с угрожающими аритмиями, кардиогенным шоком, тяжелым нарушением функции левого желудочка. Диагностика электрокардиографическая крайне, в общем-то, не специфична, и моя одна замечательная учитель в свое время говорила, что для воспалительного поражения миокарда абсолютно типичное нарушение ритма проводимости. Если этого нет, значит, мы имеем дело с какой-то другой проблемой. В настоящее время эхокардиография стандартная позволяет в основном исключить другие невоспалительные заболевания. Вот применение современных эхокардиографических технологий, например, спеклтрекинга, вверху вы видите как раз-таки сердечко пациента с воспалительной кардиомиопатией, может быть очень полезно и на ранних, и на поздних этапах. Не оправдала возложенных на себя надежд радиоизотопная диагностика. Вот магнитно-резонансная томография при условии наличия хороших специалистов, которые способны эффективно интерпретировать полученные данные, может быть с учетом применения критериев Лейт-Льюиса достаточно полезно. Вы видите, диагностическая точность, чувствительность и специфичность достаточно высока. Это наши данные, где у пациента первоначально острый период с отеком миокарда, затем возникает тканевая гиперемия, повышенное сосудистые проницаемости, на конец фиброз и некроз миокарда, который, в общем-то, и способствует формированию хронической сердечной недостаточности. Очень эффективно могут быть сочетания разных технологий, например, ПЭТ и МРТ, которые позволяют дифференцировать и острые, и хронические воспалительные изменения в миокарде, и, безусловно, биомаркеры, как стандартный тропониновый тест и цироактивный белок, так и сырочно-кардиальное аутоэнтитела, которые позволяют выделить ту группу ауто-проблем, которые могут быть у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани и многими другими клиническими состояниями. Для воспалительной кардиомиопатии типичны вазоспастические проявления иногда, инфарктоподобная картина даже в позднем периоде развития воспалительного процесса может заставлять доктора идти на ангиографические исследования и подтверждать этот феномен. Но королем, конечно, является эндомиокардиальная биопсия, и сердечная недостаточность даже более трех месяцев при дилетации левой желудочкой и сложных нарушений кредитной проводимости требует при отсутствии какой-то информации в пользу ишемического генеза ситуации выполнения этой манипуляции с тем, чтобы получить, например, вот такую картину, которую вы видите на этом слайде. Или вот ситуация, кстати говоря, опубликована уже с включениями коронавирусной инфекции в миокарт. При получении самой разнообразной морфологической картины можно выделить пациентов с воспалительной кардиомиопатией в правом нижнем углу была эта ситуация, и выбирая между эндомиокардиальной биопсией и МРТ в этих поздних случаях воспалительного процесса, затянувшихся, конечно, выигрывает все-таки эндомиокардиальная биопсия, так же, как и для оценки эффективности проводимой терапии. Но со счетом сбрасывать нельзя ничего, и гистологические исследования и лабораторные в комплексе позволяют все-таки, оценив анамнез, клинику и лабораторные показатели, остановиться на диагнозе воспалительного поражения миокарда. К сожалению, нет почти исследований по изучению режима нагрузок, но, наверное, все-таки наиболее ценная информация о том, что физическая активность пациента должна быть ограничена, пока мы не решим проблемы с основным процессом миокардия. Противовирусная терапия, антибактериальная терапия может иметь свои результаты, если мы точно установили генез протекающего процесса. И вот это исследование демонстрирует о том, что тогда, когда этиотропная терапия проводится по показаниям, мы действительно имеем достаточно неплохие результаты. Ингибиторы, АПФ, бета-блокаторы и вся остальная терапия, показанная пациенту с прогрессирующей хронической сердечной недостаточностью, в обязательном порядке должна применяться у этой категории пациентов. У нас нет большого опыта по применению сагубилтрилов, сортана у этой категории пациентов, потому что, как правило, они страдают стойкой длительной артериальной гипотензией, но, возможно, и за этим вопросом неплохое будущее. Нестероидная противовоспалительная терапия, применение гормональных препаратов у пациентов с аутоиммунного генеза воспалительным процессом имеет блестящие результаты. Можно на третий-четвертый день получить прекрасную клиника ультразвуковую и МРТ-динамику. Что касается иммуносупрессивной терапии, единственное, нужно обязательно предварительно исключить вирусный генез патологического процесса. Появились интересные публикации по поводу применения иммуноглобулина. Есть точка зрения, что все-таки он может быть использован в лечении воспалительной кардиомиопатии, так же как интерферон, в общем-то, с достаточно уже доказанным эффектом у пациентов, особенно с вирусным миокардитом и воспалительного генеза кардиомиопатии. Иммуносорбция имела место, такое исследование на базе Белорусского государственного медицинского университета, и мы получали неплохие результаты у этой категории пациентов, а вот метаболическая терапия подобных успехов и доказательной базы не получила. Позвольте представить вот такой потенциальный лечебный алгоритм, который опубликован был в 2019 году, и, в общем-то, он предполагает последовательную, в зависимости от наличия воспаления и вируса, тактику этой категории пациентов, которая, но в определенной ситуации, если заниматься этим достаточно методично, может давать неплохие результаты. Что касается имплантации кардиовертора-дефибриллятора, то, чем пациент старше, чем более выражен у него риск внезапной сердечной смерти, тем, безусловно, более показано у него вмешательство, хотя белорусские специалисты считают, что все-таки желательно немножечко пройти этап активного воспалительного процесса. Очень активно развиваются новейшие экспериментальные исследования, ориентированные на иммуномодулирующую, противовирусную, иммуносупрессивную терапию, антицитокиновую, генную, клеточную тактику. Очень хотелось бы надеяться, что у наших пациентов, которых постигло это несчастье, все-таки перспективы будут в ближайшем будущем более успешные. Спасибо, очень рада была всех послезить.